МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нацбанк Казахстана планирует регулировать тарифы банков в сфере платежных услуг. Также планируется создание условий для расширения конкуренции за счет выхода на рынок небанковских операторов, в том числе регулирование численности частных платежей операторов, в том числе регулирование деятельности частных платежных операторов. Совершенствование способов и порядка осуществления платежей, включая вопрос обеспечения прозрачности по применению банками тарифов и сокращения сходов на осуществление платежей от трех до одного дня. Казахстанцы расплатились электронными деньгами на сумму в 21,5 миллиард тенге. Рынок электронных денег развивается очень быстро по многим показателям. На сегодняшний день на рынке функционируют восемь отечественных систем электронных денег, эмитентами которых выступает шесть банков второго уровня. В ближайшее время планируется запуск еще двух систем. Вместе с тем, несмотря на достаточное развитие рынка платежных карт и иных способов осуществления платежей, отмечается ряд барьеров и проблемных вопросов в развитии рынка розничных платежей. Казахстан и Турция подписали 19 коммерческих документов на сумму более 800 миллионов долларов. В Истане прошел Казахстанско-турецкий бизнес-форум с участием президента в двух стран. В настоящее время Казахстан и Турции развивают сотрудничество в рамках экономической программы «Новая синергия», подписанной в 2012 году. Эта программа активизировала совместную работу в торговле и инвестициях, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и логистике, туризме и так далее. Особенно активизировалось сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса. Ряд малых и средних предпринимателей, занимающихся выпуском готовой продукции, начали реализовывать инвестиционные проекты в пищевой и легкой промышленности, а также в стройиндустрии. Казахстан открывает для Китая быстрый сухопутный маршрут в страны Персидского залива. Сегодня при формировании новых планов по экспорту товаров из Китая рассматривается именно этот коридор. В соответствии с этим формируется логистическая компетенция в портах на Персидском заливе. Это дает возможность увеличить и повысить привлекательность данного маршрута. Казахстан делает особый акцент на работу по развитию транзитных грузопотоков и маршрутов. В этом плане большое внимание уделяется работе с КНР. С учетом политики, которая сегодня формируется в Китае по децентрализации функций и полномочий на провинции, наша страна ведет работу напрямую с ее провинциями. Закон Республики Казахстан о коммерциализации результатов научно-технической деятельности примут уже в этом году. Глава профильного комитета уточнил, что вплотную заниматься коммерциализацией технологий в Монарка начали только с прошлого года. По результатам прошлого года в производстве были использованы результаты научных исследований 118 проектов. Жолдозбаев также сообщил, что совместно со Всемирным банком осуществляется реализация нового проекта по стимулированию продуктивных инноваций. Профинансированы 66 подпроектов. Из 33 проектов 6 уже внедрены в производство. Совместно со Всемирным банком осуществляется работа по реализации нового проекта. Это стимулирование продуктивных инноваций, начало реализации которого начнется в будущем году. Важным сектором, приоритетом является привлечение финансов частного сектора. В последнее время одной из проблем становятся проблемы научной этики и плагиата. В международной научной среде вопросам научной этики придается весьма важное значение. Казахстанские ученые получили свыше 1400 патентов на новые изобретения. В прошлом году казахстанские ученые опубликовали 2784 работы в международных журналах. Это в три раза больше по сравнению с 2011 годом. Ранее сообщалось, что в этом году в Казахстане заработала так называемая система антиплагиат. Отныне при формировании всех научных проектов в МОН РК будет действовать предварительная экспертиза всех поступающих проектов на антиплагиат. В рамках программно-целевого финансирования реализуется 105 научно-технических программ. Министерством обеспечивается бесплатный доступ наших отечественных ученых к мировым базам данных, таких как Томссон-Ройтерс, Эльзивир и Шпрингер. Позитивные системные преобразования активизировали научный процесс республики в целом. Это сказалось как на количественных, так и на качественных показателях. Установилась устойчивая тенденция к росту количества научных сотрудников в целом с 15 тысяч в 2009 году до 25,8 тысяч в 2014 году. К зоне свободной торговли в СИАЭС пожелали присоединиться 40 стран. Первой страной, которая может подписать договор о зоне свободной торговли, станет Вьетнам. В начале апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил перспективы сотрудничества в торговой сфере с главой представительства Вьетнама. Кроме того, Российская Федерация и Вьетнам подписали несколько соглашений в нефтегазовой сфере. А вот мы развиваем отношения, скажем, в рамках нашего Еразийского союза экономического с Казахстаном, с Белоруссией. Ведь в чем смысл вот всех этих объединений? Не в том, чтобы к себе подтащить. Нет. Смысл, чтобы все люди, которые проживают в наших странах, жить стали бы лучше, чтобы границы были открыты. Если уровень жизни растет, если он чувствует себя полноценным человеком, его не ущемляют в его правах. Вот так вот складываются отношения и с Казахстаном, и с Белоруссией, и с Арменией сейчас уже, и с Киргизией. Нам бы очень хотелось, чтобы процесс, вот этот процесс развивался. Вот он самый главный, самый основной. Владимир Путин назвал коррекцию курса рубля неизбежной. Это было сделано независимо от санкций, сказал он во время прямой линии. Путин подчеркнул, что на коррекцию отреагировали и рынки, и инвесторы. Это элемент оздоровления нашей экономики и создания базовых условий для ее дальнейшего развития, добавил президент. Он указал, что санкции, конечно, вносят свой вклад, но это не главное. Согласно предварительным расчетам Минэкономразвития, доллар будет стоить 40 рублей к 2018 году, если цены на нефть поднимутся до 100 долларов за баррель, а санкции против России постепенно снимут. Цены на нефть действительно подросли немножко, но это напрямую, и уже эксперты это видят. Связано, конечно, укрепление рубля с ценами на нефть, но такое укрепление с таким повышением уже напрямую не коррелируется. Мы провели корректировку курса национальной валюты, и ничего не лопнуло, и все работает. Да, у нас есть сложности. Инфляция там подросла, чуть-чуть подросла безработица, но не так, как в еврозоне, там 11 с лишним процентов. У нас все-таки 5,8 пока. Поэтому это все является определенным вкладом в укрепление национальной валюты. Кроме того, президент России пообещал восстановление экономики в течение двух лет. Владимир Путин констатировал, что в этом году промышленное производство упало. Он сообщил, что в марте 2015 года по сравнению с мартом прошлого года уровень производства составил 99,5%. Власти проигнорировали, что спад будет более существенным, добавил президент. Глава государства подчеркнул, что текущую позитивную динамику нужно сохранить, а затем ускорить. У нас нет цели возрождения империи, у нас нет имперских амбиций. Но обеспечить достойную жизнь, в том числе русским людям, проживающим сегодня за границей, в близких для нас странах СНГ, мы можем, развивая взаимодействие и сотрудничество. Россия отстрочит Белоруссии платежи по госдолгу. Речь идет о платежах Белоруссии за 2015 год, как межгосударственному долгу, так и по долгу антикризисного фонда Еврозес. Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 110 миллионов долларов. Погашение и обслуживание долга будет производиться в российских рублях. Погашать этот кредит Минск начнет только в 2019 году и будет это делать до 2025 года двумя траншами в год. В этом году платежи по госдолгу и его обслуживанию для Белоруссии, как отмечается, составят 4 миллиарда долларов, из которых 3 миллиарда составляют платежи по основному долгу и миллиард на его обслуживание. Продавцы автомобилей, электроники и продуктов питания объявляют о снижении цен после того, как рубль значительно укрепился к доллару с начала 2015 года. Впрочем, экономисты предупреждают, что подъем российской валюты может оказаться кратковременным и резкого торможения инфляции, судя по всему, не предвидится. Граждане же по-прежнему считают рост цен одной из самых серьезных для себя проблем. Мировые цены на нефть выросли, инвесторы делают ставки на рост, ожидая сокращения добычи нефти в США. Саудовская Аравия в марте увеличила добычу нефти до рекорда, теперь королевство добывает более 10 миллионов баррелей в день. Остальные члены организации также нарастили объемы производства, в результате чего ОПЕК десятый месяц подряд превышает собственную квоту. При этом ОПЕК снизила оценку добычи в странах-конкурентах на этот год, что в частности объясняет более медленным увеличением производства на нетрадиционных месторождениях США и Канады. Автопродажи в Евросоюзе растут 19-й месяц подряд. В январе-марте реализация автомобилей увеличилась на 8,6%, достигнув 3,5 миллионов штук. Совокупные продажи крупнейшего автомобилестроительного концерна Европы, германского Volkswagen, выросли в прошлом месяце на 10%. Показатель французского Peugeot Citroen вырос в прошлом месяце на 8,7%, также сократив долю рынка до 10%. Торги в Токио закрылись снижением на фоне роста курса иены. По итогам торгов индекс Nikkei, отражающих курсы акций 225 ведущих компаний, страны упал почти на 1,2%. Более широкий индекс Topics, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,67%. Котировки в Токио последовали вслед за биржами США и Европы, где торги завершились снижением показателей. Негативное влияние на рынок также оказывает курс иены, который значительно укрепился в течение недели. Курс иены по отношению к доллару будет оставаться на прежнем уровне, пока не будут созданы предпосылки для укрепления американской валюты. МВФ отказал Греции в отсрочке по выплате очередного транша долга, который должен был быть погажен в мае. Ранее Афины в неформальном порядке попросили о дополнительном времени для осуществления майского платежа. К 12 мая Афины должны внести платеж в размере 747 миллионов евро в счет погашения долга МВФ. При этом госбюджет Греции иссякает и без предоставления странами еврозоны очередной порции финансовой помощи страна не сможет одновременно перевести средства МВФ и продолжить выплату зарплаты пенсий. Макдональдс закроет 131 ресторан в Японии из-за серии скандалов. Компания несет серьезные репутационные потери после нескольких жалоб клиентов. В Осаке в пакетике с картошкой фри был найден куб. В префектуре Фукусима ребенок пострадал из-за куска твердого пластика в шоколадном мороженом. В январе споставимые продажи Макдональдс в Японии упали на рекордные 38,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом компания намерена вернуться к прибыли в следующем году. Продолжение следует...